Сирия на грани международного кризиса, заявил специальный посланник США по вопросам Сирии Джеймс Джеффри. Американский дипломат утверждает, что продолжающееся наступление правительственных сил на северо-западе страны вынуждает 700 тысяч граждан бежать из осажденной провинции Идлиб. Накануне Анкара обвинила Москву в нарушении договоренности по Сирии. Президент Турции Реджептей Пардаган предупредила Москву, что терпение на пределе. Санжар Хамидов продолжит. Сирийское государственное телевидение сообщает об успешном наступлении правительственных войск в провинции Идлиб. Это последняя цитадель сирийской оппозиции, где в настоящее время проживает более трех миллионов человек, большая часть которых – беженцы из других сирийских городов. Возросшая боевая активность и продвижение сил Башара Асада и проиранских отрядов вглубь провинции Идлиб при поддержке российских ВКС происходит вопреки соглашению о прекращении огня заключенным между Анкарой и Россией. Военные Дамаска заявляют о ликвидации террористов почти в трех десятках населенных пунктах южной части провинции Идлиб в течение последних дней. Наши вооруженные силы, действующие в сельской местности Идлиба, продолжают военные операции против преступников и террористических организаций. Несмотря на их сопротивление и обстрелы минами и бомбами мирных жителей и военнослужащих, наши войска за короткий срок освободили от террористов десятки городов и деревень. Командование заверяет, что армия продолжит преследование оставшихся вооруженных террористических организаций, скрывающихся под разными названиями. Так выглядят улицы города Эриха в провинции Идлиб. После вчерашней бомбежки боевые самолеты российских ВКС оказывают авиационную поддержку продолжающемуся наступлению правительственных войск на северо-западе Сирии. Как сообщают спасатели, волонтеры службы гражданской обороны «Белые каски», под бомбардировку попала больница «Альшами». Медучреждение полностью разрушено, а несколько сотрудников получили ранения. Также бомбы упали на жилые кварталы и пекарню. По словам спасателей, 24 человека получили ранения, в том числе три женщины и двое детей. По меньшей мере, 10 человек, включая ребенка, были убиты. Когда российские военные самолеты нанесли удары по автоколонне беженцев, которые пытались покинуть город Эриха. Самолеты бомбили Эриха вечером. Три воздушных удара по району Мейдан и больницы «Альшами», единственной больницы в городе. Они полностью разбомбили наш медицинский стационар. Несколько штатных сотрудников ранены. Это также привело к разрушению целого квартала Эриха. У нас более двух десятков раненых и около десяти погибших. Сирия на грани международного кризиса, заявил Джеймс Джеффри, специальный посланник США по вопросам Сирии, во время пресс-конференции. Высокопоставленный американский дипломат утверждает, что продолжающееся наступление правительственных сил на северо-западе страны, вынуждает 700 тысяч внутренне переселенных лиц бежать из осажденной провинции Идлиб в направлении турецко-сирийской границы. За последние три дня мы насчитали 200 случаев бомбардировки в основном мирных жителей российскими и сирийскими самолетами. Как я уже сказал, эта ситуация настолько встревожила генерального секретаря ООН, что была создана комиссия по расследованию атак на мирных жителей. 700 тысяч человек, которые уже являются внутренне перемещенными лицами, вынуждены бежать к турецкой границе. Это может привести к международному кризису. Министерство обороны России опровергло все обвинения, назвав их провокацией. В заявлении говорится, что российские военные самолеты не выполняли никаких боевых задач в этом районе. Однако нынешний партнер Москвы по сирийскому урегулированию Анкара выразила озабоченность относительно возможного появления новой волны сирийских беженцев в Турцию из районов боевых действий. Президент Турции Раджеп Тайп Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает договоренности, заключенные в октябре прошлого года относительно буферных зон и режима прекращения огня. Эрдоган подчеркнул, что Турция предупредила Россию, что терпение Анкары кончилось, и она оставляет за собой право поступать так, как считает нужным. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон. Продолжение следует...